Привет, меня зовут Аша. Всего лишь две книги. Сесилия Ахерн, «Не верю, не надеюсь, люблю» и вот такая вот книга «100 великих любовных историй». И если тебе интересно, оставайся со мной, я тебе расскажу об этих книгах подробнее. «Не верю, не надеюсь, люблю» я прочла уже дважды на Вильтон-Варианте. У меня сейчас такая стратегия, что сначала я читаю в Вильтон-Варианте книгу, и если мне её хочется перечитать, я её уже покупаю, потому что всё-таки я очень люблю книги в натуральном виде. Описание будет кратким, хотя мне хотелось бы сказать больше об этой книге, потому что она заслуживает самых громких слов, самых шикарных восхвалений, самых долгих речей. Но я ограничусь несколькими словами. И вот эти слова. Это история жизни определенных людей в письмах. Она не биографическая, не автобиографическая, это художественная книга, тем не менее. Это всё, что я хотела сказать. Напоминаю, что автор Сесилия Ахин, если ты ещё ничего не читала у неё, её обязательно прочти, её книги приносят умиротворение и мудрость. Поэтому пусть не эту книгу, пусть какую-то другую, но у неё все книги отличные. Но вот этого она у меня в любимчиках. Вторая книга, вторая книга, я буду говорить дольше. Она называется «Сто великих любовных историй». У таких книг, как правило, нет авторов, потому что это такие издания. Но что я могу сказать, что вот тут на титульном листе значится имя. Вот оно. Михаил Кубеев. Скажу сразу, что я бы назвала эту книгу по-другому. Я бы назвала её «Сто великих связей». Потому что здесь мало историй действительно о любви. У нас издательства «Вечи» 2011 года издания. Меня, кстати, очень ввело в недоумение, что не указан тираж этой книги. Я хочу подробно очень рассказать о том, как оформлена книга, потому что это, пожалуй, её главное, и, не побоюсь этого слова, основное достоинство. Хочу обратить внимание на обложку. Конечно же, на обложку. Очень приятная на ощупь. Такое ощущение, что под внешностью её скрывается поролон или вата даже. Но она не до такой степени, конечно, мягкая, что прям как вата, но очень приятная на ощупь. И когда мы открываем «Фарзац», кажется, «Фарзац» называется вот эта вот часть, когда мы эту пакуручку открываем, вот те картины, которые ты здесь видишь, это, можно сказать, оглавление в виде картинок. То есть все те, кто здесь изображены, они в этой книге пойдут речь. Хочу отметить, что она поделена на секции древний мир, средние века, то есть самых древних, известных нам любовных связей. Она постепенно подбирается к современности. И у каждой главы, есть вот такое вот содержание картинок. Ну, конечно, есть и обычное содержание. Вот оно. Что я хочу сказать. Книга очень богато проиллюстрирована. Очень богато. То есть, вот, например, да, много иллюстраций. Больше, чем букв. Вот, опять же, иллюстрации выполнены хорошего качества. Бумага очень хорошего качества. Я, к сожалению, не забыла, как она называется. Также хочу сказать, по поводу оформления. Даже нумерация страниц здесь какая-то особенная. Статьи в этой книге, хотя я бы их назвала не статьями, а заметочками, поделена на колонки, как это бывает в газетах. Колонки разделены линиями, вертикальными линиями. Вот, я не знаю, видно, нет. Вот, вот, вот она идет, 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 идет. И заканчивается эта линия таким рубляшком, внутри которого изображен номер страницы. То есть, декоративно книга продумана очень хорошо. И даже лучше, чем ее содержание. В конце указан тип книги, научно-популярное издание. Я бы первое слово убрала бы из этого описания, она научная, но, ну, не дотягивает, скажем так. Более того, я заметила некоторые покрешности, все же мелочи, но я нарыла очень много недоработок, скажем так, по тексту. Я осознаю, что составители преследовали цель не погрузить нас полностью в исторические реалии, а всего лишь ознакомить с тем, что они считают любовными историями. И все-таки мне это немножечко покоробило. Также хочу обратить внимание, что каждая заметка начинается, то есть, мы с тобой уже говорили, да, что я так называемые эти статьи называю заметками. Каждая заметка начинается с того, что в левом верхнем углу указывается сторона и временной период, когда происходили действия, что мне кажется очень удобным. Что я хочу сказать. Книга шикарная, особенно в подарок. Даже человек, не читающий совершенно ничего, кроме Космополитена, как бы все равно обрадуется, я считаю, такой книге. Во-первых, она очень красивая, ее просто полистать интересно. Во-вторых, она украсит просто любую библиотеку. По содержанию. Эту книгу я слегка так обхайла. Я не жалею, что я ее приобрела, что я потратила на нее 400 рублей. Потому что действительно вещь хорошая. Я даже увлеклась, читая эти все истории. Хотя я указала на ряд ее недостатков в плане информативности. Все-таки книга и хорошая, и полезная. Ну и все-таки я бы ее рекомендовала брать в качестве подарка кому-то. Подарок будет шикарный, я бы обрадовалась такого подарка. Вот на этом все. Все мои книжные новинки. Уже на этой неделе ждите меня. От меня видео, где я буду рассказывать, что я прочла за сентябрь месяц. На этом все. Читай побольше. Пусть и попадаются потрясающие книги, от которых ты не сможешь оторваться. Счастливо!